Приходя в больницу с псориазом и усталостью, что вы уже все перепробовали, и вам в этот раз советуют метатриксат в инъекциях. И посоветуют это врач, который очень долго учился. У него постоянная экзамена и профподготовка. Он изучает самые новые препараты и в курсе того, что вам, скорее всего, сможет помочь. А вы устали. И когда вам предлагают терапию метатриксатом, вы хотели бы верить, что он поможет. А врач не предложит ничего плохого. Поговорим об этом сегодня с Ириной Ермолаевой. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Алексей. Поехали. Начнем. В 40-х годах прошлого века Pfizer создает метатриксат. Сегодня вам говорят, что метатриксат вам поможет при псориазе. Ну вот почему тогда первые в списке показаний к применению этого вещества 24 различных вида рака. И даже такой, как рак кожи. Да, у рака и псориаза общие корни проблемы. И сам рак питается сахаром. И сахар разрушает эндокринологическую систему человека и способствует проявлению псориаза. Ну и перебор ли использование препарата химиотерапии только для того, чтобы снизить активность иммунитета. Метатриксат – это синтетический иммуносупрессивный препарат, который предназначен для снижения активности иммунитета. У рака и псориаза есть общие точки приложения по патогенезу. Идет атака на свои собственные клетки. Поэтому в лечении псориаза иногда врачи рекомендуют использовать метатриксат, но только по клиническим показаниям и по наблюдениям врачей, то есть в стационаре. Да. При псориазе, как на него ни посмотри, есть следующие факты. Псориаз – это аутоиммунное проявление, когда иммунитет атакует собственные клетки кожи, что не дает им правильно созревать. Псориаз сигнализирует о том, что в организме не хватает незаменимых жирных кислот, все виды омега. Псориаз говорит о том, что в организме острая нехватка жирорастворимых витаминов, как витамин D, витамин E, витамин K и другие. Псориазу характерна пониженная функция печени, когда печень не справляется с синтезом желчи, с синтезом витамина D. При псориазе практически всегда наблюдается у человека инсулинорезистентность. Это значит, что в крови слишком много гормона инсулина из-за углеводов и сахара. И так как инсулин – доминантный гормон, даже его малые излишки разрушат эндокринологический баланс. Стрез для псориаза крайне опасен, потому что выработка кортизола оттягивает на себя огромное количество витамина D для его синтеза, и кожи его еще больше не хватает. В принципе, нарушена работа всех эндокринных желез. Эти факты и приводят к аутоиммунным заболеваниям, в частности к псориазу. По последним научным исследованиям, причин развития псориаза на самом деле очень много. Это могут быть и эндокринные нарушения, и нарушения в работе нервной системы, и различные хронические заболевания, которые в данный момент есть у человека. Псориаз – генетически детерминированное заболевание, которое заложено в организм человека уже с рождения. Если у его родственников мы наблюдаем псориаз. Псориаз мог быть у бабушек, у дедушек, у родителей, и у этого человека возможно развитие псориаза в течение его жизни. Но что станет пусковым механизмом у данного конкретного пациента, мы не знаем. Это может быть стресс, наличие каких-либо хронических заболеваний, гормональные изменения или перестройка в организме, и прием каких-либо препаратов. В теле больного псориазом повышено количество TH17 клеток, которые регулируют активность иммунитета. В организме есть механизм, который приводит TH17 клетки в норму, и это витамин D. Витамин D, если нет противопоказания больному псориазу, могут прописать даже более чем 25 тысяч международных единиц в сутки. При этом необходимо следить за дозировкой, так как при длительном употреблении перорально такое количество витамина D может привести к камням в почках. В России суточная дозировка витамина D рассчитывается индивидуально. Первоначально нужно определить, есть ли у человека дефицит витамина D. Для этого советую сдать анализ. Но суточная дозировка, максимальная, которую может употреблять человек в сутки, составляет 5000 международных единиц. Если данная дозировка превышается, то есть риск образования камней в почках. Допустим. Итак, когда вы лечитесь инъекциями метатрексата, вам необходимо сдавать кровь и делать обследование функции печени и почек ежемесячно. Не похоже на безопасный препарат, от которого много пользы. Метатрексат вызывает жировую инфильтрацию и цирроз печени. И да, эти инъекции не рекомендованы при асците, пивном пузике. Метатрексат в своем списке побочных действий имеет также опасное снижение тромбоцитов и анемия, нарушает развитие яйцеклеток и сперматозоидов. Вы буквально можете стать стерильными. С другой стороны, это уже не так важно при импотенции. Да, она тоже вероятна. Нарушение функций почек уже выглядит как подарок по отношению к синдрому Стивенса. Вишенкой на этом всем будет кожная сыпь, чувствительность к ультрафиолету, акне и нарушение пигментации. Метатрексат достаточно сильный препарат с багажом побочных эффектов. Данный препарат нужно принимать только по назначению врача в условиях стационара, с постоянным наблюдением, с динамическим исследованием крови пациента, под наблюдением врача в условиях стационара, с постепенной отменой данного препарата. Даже если вы нашли какую-то информацию по самостоятельному применению данного вещества, я категорически не рекомендую этого делать. Это понятно. Метатрексат понижает активность иммунной системы, и когда у пациента рак, его применение может быть оправдано. Человек борется за жизнь. Но метатрексат не восстанавливает печень. Он не помогает извлекать из пищи недостающие макро- и микронутриенты, которые в дефиците. Метатрексат не убирает из питания лишние углеводы. Чтобы вылечиться от псориаза, вам необходимо восстановить работу эндокринной системы. Нужно сделать так, чтобы пища переваривалась, а не гнила в кишечнике из-за нехватки желчи. Кожа должна начать питаться. Но что-то незаметно, чтобы хоть что-то из этого делал метатрексат. Метатрексат – это очень сильный препарат, который используется только по показаниям. Назначается врачебная комиссия, которая принимает решение о назначении данному конкретному пациенту в лечении данным препаратом. Спасибо, Ирина. И как всегда призываю, лечите псориаз комплексно. Тогда есть вероятность достигнуть полного излечения. А говорили сегодня об инъекциях метатрексата. Использовать их при псориазе, конечно, это ваш выбор. Это ваше здоровье. И это ваша жизнь. Заботьтесь о себе. Увидимся.